Наша трибуна Я имею что сказать А я думаю что Кричать не обязательно, работают все микрофоны Каждый может Высказать Высказать Сказать Добрый день уважаемые дамы и господа Напомню вы слушаете радио Народная волна На частоте 14.30 М, 99.1 FM Также на нашем веб-сайте RadioNVC.com На нашем канале YouTube RadioNVC Не забывайте подписываться Если у вас будут комментарии во время программы Или вопросы, мы постараемся прочитать Ответить либо письменно, либо устно Со мной в студии Олег Патлок Анатолий Червец Меня зовут Сергей Зацепин Здравствуйте Здравствуйте Так Давайте-ка начнем вот с чего Давайте-ка начнем с наших местных разных новшеств Новый губернатор За которого проголосовали демократы Новый состав законодательного собрания За который проголосовали демократы Ну и теперь они Пожинают плоды Пожинают плоды Но к сожалению не только они пожинают плоды Но и все мы проживающие в этом удивительном штате Но они пожинают плоды И мы пожинаем другое Да Друг друга Не хочу сказать слух это слово Законы которые готовятся Ну во-первых Первое Увеличить налог на бензин в два раза То есть на сегодняшний день существует Налог там порядка 19 центов на галлон Они предлагают поднять его до 38 центов на галлон Это штатный Еще они утвердили норму По которой теперь местные власти Могут вводить свой налог на бензин Порядка трех центов Они еще хотели ввести налог на мили То есть в зависимости от пробега автомобиля Это уже как бы Да Пока вот они вот эти нормы То есть 38 Ну скажите мне какая деревня Или какой город Или какой округ откажется от того Чтобы еще 3 цента получить за каждый галлон Значит я считаю Толик Мы надавать с тобой откроем бизнес Будем выпускать желтые жилеты Как во Франции Одел народ И пошел на улицы То есть через Вполне возможно Что через некоторое время Это будет дефицитом Народ выйдет на улицы Вообще Так вот Какая деревня Или какой город Скажем Элджин Примерно 50 тысяч галлонов В день Продает бензин Ну заправки Которые там работают Это не официальные данные Человек Который изглавляет Чабросов Камерс От этого города 50 тысяч галлонов Вот получается 10 тысяч долларов в день В день А какая деревня Какой городишко Откажется от того Чтобы получить еще деньги В свою казну Чтобы можно было Какой-нибудь контракт Подкинуть Значит все города Начнут завтра строить Только гестейш Своим людям Волгринцев больше не будет Будет одни гестейш На углах Но на этом На этом так сказать Все не заканчивается Сейчас внесено предложение Налог на дождь То что в Нью-Джерси обсуждалось Налог на дождь То есть для того Чтобы якобы обеспечивать Вот эту дрейн-систему Как будто ее уже не оплатили Как будто она не существует Как будто недостаточно Эти твари собрали с нас налогов Надо еще один налог В связи с этим вспоминается Это сказка Про Чаполину по-моему Не помните? Так подожди Где-то она Где-то кто-то мне Ее прислал И напомнил Этот фрагмент После того Как был введен налог На воздух Вы стали меньше Дышать Это возмутительно Вот в этом В такой реалии Мы теперь живем То что раньше была сказка В сказках говорили Высмеивалось А теперь мы в этих реалиях Живем Ты понимаешь? Давай примем звонок Потом продолжим Да, пожалуйста В эфире Добрый день Добрый У меня У меня к вам Вот такой вопрос Скажите, пожалуйста Вот Донейшн Могу ли я вам Просто послать Чек На ваш адрес? Спасибо большое Позвоните к нам В редакцию 847-480-00-23 И что? И вам там все объяснят И ответят мне они Да 480-00-23 Спасибо вам большое И они там ответят мне? Да, конечно Ну, пожалуйста Спасибо 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 Я все-таки еще раз должен поблагодарить всех Кто откликнулся И кто сделал донейшн На доброе дело Абсолютно С разных концов земли Это удивительно Это удивительно Ты не слышал эту историю? Нас уже за это попытались прижать к ногтю А как же? Так всех же так жмут Пытается сжать к ногтю Как только кто-то видит, что собирает деньги Сразу считает, что эти деньги пойдут в свой личный карман Ну, к сожалению Так происходит зачастую И, к сожалению, выработался такой стереотип Вот, что, значит, если люди собирают На то были, наверное, свои основания Да То есть если люди собирают деньги Давай, ладно От этого вернемся Вернемся к нашим законодателям За которых такие великие интеллектуалы-демократы проголосовали Я не уверен, что демократы Вот те, которые живут в пригородах Вообще радуются от того, что они сделали И я думаю, что не их голоса А не что, кто-то пистолет приставил? Не их голоса были решающими Я думаю, все-таки, что Круг Каунти Круг Каунти Где проживает огромное количество людей Которые не платят налоги Которые... Слушай, Круг Каунти включает в себя Все аж долый кук-ролл Да Поэтому, знаешь, мы зря считаем Что Каунти заканчивается где-то там на 78 Но они, по-моему, составляют большинство Те, которые живут там Мне так кажется, я не знаю Но, во всяком случае, в голосовании В выборах, по-моему, имена они принимают участие Гораздо больше, чем вот люди, которые живут в США Ну, потому что у них больше времени ходить На эти все дела Да, но у меня вопрос другой У меня вопрос такой Хорошо, они поднимают тексты Вот подняли текст на бензин, да? Вопрос Куда эти тексты должны пойти? На что? Вот они поднимают Они должны объяснить народу Ну, да, дороги ремонтировать На нужды штатов Подожди, секундочку Дороги ремонтировать Подожди А, hold on a second А вот тот налог, который мы уже платим сегодня Проезжают толы? Нет, 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 нет А толы, когда мы проезжаем Подожди, подожди, не перескакивай Мы сегодня платим Мы покупаем бензин В этот бензин уже входят налоги 19 центов 19 центов на дорогу Только штатный налог Да На дороге, окей? Значит, у меня вопрос Эти деньги куда идут? Ты нас спрашиваешь или их? Эти деньги переводятся, по-моему, в General Fund Или как он называется? В том-то и дело Они не могут И тратятся куда? Вот Они не могут переходить в General Fund Почему? Меня интересует такая вещь Почему до сих пор не, ну, наверное, дурной вопрос Не един адвокат не задался вопросом Ребята, а как вы соединяете, допустим, налоги на дороги и General Fund? Это как? Вот видишь, с тобой Анатолий, скажи мне Наша конституция, я имею в виду конституция штата Да Запрещают принимать бюджет Несбалансированный Несбалансированный Согласен И десятилетиями они делают одно и то же Они плевали на конституцию Принимают бюджет, в котором дефицит Несколько миллиардов долларов И это происходит из года в год И вместо того, чтобы решить в корне проблему Что является проблемой вообще? Почему? Почему случилось так, что у нас Там какие-то unfunded liability Сотни миллиардов долларов Кто говорит 120, кто говорит 220 Уже непонятно То есть это обязательство, которое должно правительство Которое на себя взяло правительство По выплатам пенсии, скажем 153 миллиарда Официальная цифра с прошлого месяца И вместо того, чтобы провести реформу пенсионную Среди государственных служащих Они находят единственный выход Повысить налоги Повысить налоги По другому не изменяется Уже становятся притчи Боязыцах, скажем, там В Вирджинии где-то Или в Южной Каролине В Северной Каролине Там нью-йоркские номера Чуть ли не давляют над местными Потому что народ бежит из Нью-Йорка Под тем же самым причином Их задавили налогами Жить стало невозможно То же самое происходит с нашим штатом Чем выше налоги Тем больше народа из этого штата уезжает То есть плательщиков становится меньше Вот на ютубе написали нам человек из Сан-Франциско Что у них бензин 360-4 доллара А у вас Я написал Возле моего дома 276 Он говорит И вы недовольны? Да-да Ну, по своему мнению С доллара 99 Мы таки, да, не довольны? Минуточку Это здесь 276 В Чикаго-то гораздо больше В общем Я не думаю, что Притцкер настолько баран Что он не понимает этого Просто его это не волнует Ну, слушаем Ну, если Кимфакс может закрыть дело Сан-Франциско Не боясь ничего То почему Притцкер, губернатор, должен бояться побора налога? Да, и еще Это специальное сообщение для пожилых людей Которые живут в Кук-каунте Которых оболванили И которые, возможно, голосовали за Притцкера Которых запугивали, что как только вы проголосуете за демократов Ну, не только за Притцкера За этих, за всех демократов Как только вы проголосуете за демократов Они у вас Из республиканцев Они у вас все отберут И вы останетесь Так вот Бюджет, предложенный Притцкером Предусматривает сокращение услуг для senior citizens Я не знаю подробностей Каких именно услуг? Я не знаю Об этом не говорилось Просто в новостях сегодня, когда ехал Просто включил Я не помню, какую радиостанцию Или 560, или 890 В общем, там просто такая фраза прозвучала В бюджете заложено сокращение services for senior citizens Это могут быть эти детские садики Которые для бабушек Это могут быть Дома престарелых Это могут быть Нерсинг-хомы Это может быть все, что угодно Я вполне допускаю, что Нерсинг-хомы Потому что, если я не ошибаюсь Предыдущий губернатор По-моему, у него были какие-то бизнесы Такие Нерсинг-хомы Я думаю, что этот губернатор решил у него эти деньги отобрать Так что, дорогие мои старики Если вы голосовали за демократов И за притскеров в частности То не удивляйтесь, что какие-то услуги для вас Может быть, какая-то финансовая помощь На оплату билов каких-нибудь В общем, в бюджете заложено сокращение услуг для пенсионеров И это коснется непосредственно каждого из вас Добрый день, пожалуйста, в эфир Добрый день, Сережа У меня вопрос такой Вчера я Анатолий задал вопрос Но я не услышал ответа Значит, в газете напечатали Что Трамп собирается медикер и медики укоротить Значит, где-то порядка 700 или 900 миллиардов долларов В течение 10 лет Порядка 40 миллиардов в год Насколько это правда? Или это какая-то очередная пушка Ну, сейчас попробуем Пожалуйста, объясните мне Спасибо Значит, по статистике По программе медикер Из программы медикер Воруется порядка 120 миллиардов долларов каждый год Ну, об этом говорит статистика Это не мои выдумки, так сказать Во-первых, статистика, во-вторых, все вот эти вот Насчетки, дела, которые происходили То есть, со страховки медикер Незаконно снимаются деньги В порядка 100-120 миллиардов долларов каждый год То есть, по сути дела, воруются деньги С медикера А так вот, то, о чем говорит Трамп Он говорит, что не мешало бы вообще с этим делом Навести порядок Ну, действительно, слушайте 100 миллиардов Это немалые деньги Это практически 10% От всех затрат Это как раз те деньги, которые мы кормим нелегалов Да Так что Речь не идет о просто сокращении программы Там медикер или медикейт А речь идет о том, чтобы навести порядок И не позволяет разворовывать бюджетные деньги Я думаю, это правильно Потому что, ну, знаете, когда Это частный бизнес Люди как-то за него страдают, болеют, считают А когда это государственное, ничего Это чье-то там, якобы Чиновники не особо, так сказать, вникают в это дело Так что речь идет именно об этом Я думаю, что в этом вопросе необходимо навести порядок Да, пожалуйста Добрый день, Сережа Ну, Сережа, ну, что вы лукавите? Чего? На бюджет следующего года Пойдет сокращение медикера Трамп ясно об этом сказал Совершенно верно Да И если мы учтем, что вот ту сумму, которую я назвал, разворовывается То как раз Ну, это же уже другое дело Как другое дело? А как же вы хотите? На самом деле идет, по сравнению с предыдущим годом Сокращение медикера А скажите, вы знаете, насколько его будут сокращать и как? Ну, я не знаю Это отразится, потому что если действительно наведут порядок И смогут сэкономить 100 миллиардов где-то То, да, может быть и сокращение на 10 миллиардов В плюсе 90 Я просто говорю это так, хайпотеликами, знаешь, как говорится Но, в принципе, надежда на это есть Я просто не пойму вашу мысль Пускай будет, например, 100 миллиардов украли снова Если будет 50, воровать не будут Воровать, наверное, всегда будут Но, может быть, не в таком количестве Он не об этом говорит Он не об этом говорит Я понимаю, о чем он говорит Я понимаю, что будут сокращения То есть будут сокращения сверху того, что еще будут разворовывать Правильно? Но если мы говорим о том, что Трамп хочет навести порядок с этим То мы надеемся, что он все-таки это сделает Исходя из того, что все-таки все, что он обещал Можно математически объяснить человеку на пальцах Можно так Смотрите, воруют 120 миллиардов Так, дальше Трамп наводит порядок 120 миллиардов возвращается в казну Из них на 10 миллиардов сокращается медикер Мы остаемся в плюсе в 110 миллиардов Это доходчиво понятно? Да, блажен кто верует А, это уже другой вопрос Помни, я же сказал, что это все Нет, вы же нас обвиняете в лукавстве Я вам объяснил, как это возможно Их нету Это все равно, что Мексика заплатит за стену Она заплатит, только не наличными Она по-другому заплатит Ведь всегда же нужно читать Ну, на данный момент пока мы платим Ну, почему мы платим? Ну, все, извините, ребята Вы остались при своем мнении, я при своем Спасибо Мы действительно Слушай, заплатить за стену Значит, прийти и дать чек Знаете, ребята Добрый день, пожалуйста, в эфире Добрый день Вы знаете, насколько я помню Поправьте меня, если я ошибаюсь В Обамакер было заложено По-моему, 800 миллиардов за 10 лет Сокращение медикер Абсолютно Так Тогда О чем же речь? Почему вот этот вот человек И все остальные тогда не выступали? Это было для них все равно И то же самое происходит с медикей То есть Сами демократы Об этом как бы не говорят И поэтому народ не знает и спокоен А если делает что-то Наш президент Который только Простите меня, полезный идиот Не понимает, что он делает все С common sense Со здравым смыслом И все на благо нашей страны Вот тут поднимается шум Ах-ах То есть Вы понимаете меня Теперь вот медикер для всех То, что собирались сделать демократы Там еще большее сокращение И медикера, и медикейта, и все прочее И почему еще вот Вы знаете, что из медикера Сейчас берут деньги Даже на этих нелегалов И колоссальные вот эти вот Цены, которые выставляет госпиталь И поэтому у нас иншулинс такой огромный Потому что Треть всех расходов Идет на нелегалов Которые с удовольствием Приглашаются нашими демократами Open border Идите все А кто будет за это платить Мы и вот эти вот Спасибо Спасибо большое, Мария И сейчас И люди, которые В конечном счете Останутся без денег Все 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 Спасибо, Мария Спасибо большое Понятно Давайте, прежде чем Мы приним второй Следующий звонок По поводу Я еще раз повторю По поводу своей привычки Не рекламирую Мало того Не берите с меня пример Это вредная привычка От которой я не могу И не хочу отказываться И Ну, поздно уже отказываться Поэтому Все, кто видит Что я вейпаю Сижу Не делайте этого Это ни в коем мере Так сказать Не полезно Для вашего здоровья Поэтому еще раз Не делайте Не берите с меня пример Нам выгодно сделать Компанию против курения Не потому, что это вредно Для здоровья человека А потому, что это вредно Для нашего кармана Мы, которые управляем Здравоохранением Видим, что мы на этом теряем Поэтому будем бороться Против курения Еще есть секунда добавить Как только две секунды, да? Две секунды Значит Получилось так Сейчас Одну секундочку Подождите Олежка закончит Да, вот насчет Медикэр Вот моего отца У него медикэр Ну, он должен докупать Сапплемент Вот Там иншуринг Чтобы покрывать все остальное Да И вот Где-то год назад Я начал этим интересоваться Вопросом И довольно глубоко копал Значит Что такое Кад медикэр Очень многие Когда слышат Кад медикэр Значит В их понятии Это Людям будут Не доплачивать Или люди должны платить больше То есть Это все отражается на людях На самом деле Кад медикэр Еще имеется в виду Что Меньше будут платить Врачам Госпиталям И всем остальным Вот Обратите внимание Вот на этот вопрос Потому что Кад Это не значит Тут Ничего хорошего В этом нет Потому что Сервисы будут Этого страдать Да Но я говорю Врач не будет работать За бесплатно Мы это знаем Да Ну подожди Мы приняли звонок Давайте человек стоит на линейке Извиняйся Пожалуйста Давайте Говорите Говорите пожалуйста Да Пожалуйста У меня очень коротко Простите пожалуйста А в 3 часа будет Передача Ливона Ванштейна Да Сегодня будет Леон Вайнштейн И Юрий Табак 3 часа Да Спасибо большое Спасибо вам Друзья мои Нам Наверное необходимо Сделать перерыв Перевести в дух Послушать Объявления наших спонсоров Потом вернемся И продолжим